Активисты областного отделения Общероссийского народного фронта подвели итоги работы за 2017 год. Гостем пленарного заседания общественников стал председатель правительства Александр Смекалин. С его слов, за последние два года деятельность активистов ОНФ оказала серьезную помощь в делах региональной власти и жизни населения. Информация, которую мы получаем от представителей ОНФ, от их рабочих групп, по целому ряду направлений, это все, что касается и контроля качества дорог, то же самое касается и проекта за честные закупки, то же самое в рамках года экологии, сейчас и приезжал руководитель этого направления, федерального ОНФ, Владимир Бутенев. Проект по картированию свалок, проект по их ликвидации тоже находится на очень жестком контроле ОНФ. Об этом свидетельствует статистика. К примеру, сейчас на интерактивной карте жителями отмечено 136 стихийных свалок. Из них убрано 65, а это 48% от общего количества. Положительной остается динамика проекта ОНФ – Центр мониторинга благоустройства городской среды. Если касаться формирования комфортной городской среды, во дворах идет ремонт, по-прежнему он продолжается, где устанавливаются малые архитектурные формы, меняются асфальтовые покрытия, тротуары. Но очень много замечаний идет от жителей. И, естественно, мы ездим туда, встречаемся с жителями, встречаемся с чиновниками, отвечающими за данный участок работы. И по мере необходимости устраняются все недостатки. В этом году общественная организация создала новую площадку «Молодежка ОНФ». Ее цель – объединить талантливую, активную, идейную молодежь со всей страны воедино. Мы будем стараться больше взаимодействовать с другими молодежными организациями, налаживать, так сказать, контакты. Потому что мы, как относительно недавно новая организация, то скорее нам нужно перенимать опыт тех уже, кто, так сказать, на этом поле давно. Вот так, для начала нужно набрать молодежь позитивную, которая готова принести новые идеи. В рамках работы нового направления ульяновская молодежь успела провести несколько акций. Так, команда «Молодежки» организовала школу юного юриста и в память о героях высадила кусты рябины и каштанов. Ринат Алиулова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.